Пришли сами, чтобы сдать кровь сегодня многие. Во всем мире отмечается День Дона, а к последним могут себя причислить тысячи жителей региона. Сдают кровь ради спасения жизни все чаще. Какой он донор Иркутской области, узнаете из следующего материала. Чтобы попасть на эти кушетки на Иркутской областной станции переливания крови, придется постоять в очереди. И такая картина в последнее время явление привычное. Сдавать кровь популярно и почетно, а сегодня во Всемирный День Донора вдвойне. Поэтому многие из пришедших на станцию не новички. Вот и Виктория в свои 18 лет уже трижды сдавала здесь кровь. Приятные ощущения, достаточно такие, как бы, волнительные, с одной стороны. Это понимание того, что помогаешь людям, и от этого становится на душе как-то приятно и тепло. Около тысячи таких же молодых людей ежегодно становятся донорами. Для многих впоследствии это превращается в хорошем смысле слова в привычку. Анастасия сдает кровь с 2010 года. У нее универсальная группа, которая подходит практически всем. В декабре я сдавала специально для сотрудника ГИБДД, которого сбили на Безбокова. Мы писали везде в соцсетях, писали, что нужна кровь, так как у меня универсальная группа, поэтому ходили все. Всеми сотрудниками наши службы ходили. Несмотря на то, что герои нашего сюжета сегодня женщины, по статистике доноров мужчин немного больше. Только в прошлом году в регионе сдали кровь свыше 20 тысяч человек. Большая часть доноров Иркутской области это как раз молодежь, люди в возрасте до 30 лет. Есть представители силовых структур, врачи, учителя, рабочие, крестьяне и чиновники. То есть все абсолютно категории. Сам главврач станции переливания крови Максим Зарубин имеет звание почетного донора. Стать им непросто. Сдать кровь нужно 40 раз. Так уже поступили 6 тысяч жителей региона. Если приходить на станцию переливания крови люди будут так же активно, как сейчас, ряды почетных доноров вскоре пополнятся и значительно. Алена Полоненко, Фивея Рыбакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням.